На очереди Торос. В Бундестаге приветствовали решение о передаче Украине F-16. В Бундестаге приветствовали решение Нидерландов и Дании о передаче Украине истребителей F-16 и призвали немецкое правительство решиться на поставку дальнобойных крылатых ракет Торос, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на DHL. Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это, истребители F-16 Red. Украине, сказала глава оборонного комитета Бундестага Мария Агнеса с Штракцеммерман, она повторила свой призыв к скорейшему принятию немецким правительствам решения о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Торос. По ее словам, то, что Нидерланды и Дания решили поставить Украине истребители, опровергает опасения относительно того, что Киев может использовать западное оружие для атак по территории РФ. Очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию, сказала она. Штракцеммерман добавила, что для немецкого правительства это должно быть достаточной причиной, чтобы дать зеленый свет на поставку Украине ракет Торос уже сейчас. У нас достаточно крылатых ракет Торос. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению, сказала она. Глава оборонного комитета Бундестага считает, что ракеты могут быть использованы для нарушения и уничтожения российских маршрутов поставок в войне против Украины. F-16 для Украины Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после завершения обучения пилотов. Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя. А Дания – еще 19. Ракеты Торос СМ и сообщали, что Украина официально запрашивала у Германии ракеты Торос. Но Берлин не решился на передачу. Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Торос. При этом, по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Оулаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары в СУ по территории России. Но это не касается территории оккупированного Крыма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.